Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Маша, а это Марсель. Я продолжаю размещать на своем канале выпуски, посвященные дрессировке щенка. Мы не профессионалы и не занимаемся обучением. Мы всего лишь делимся своим опытом. В прошлом выпуске речь шла о том, как запретить и разрешить щенку какое-либо действие. Сегодня закрепляем данную тему. Здравствуйте! На прошлом занятии я пытался объяснить щенку, что такое можно, что такое нельзя при помощи лакомства. Я запрещал и разрешал брать лакомство. Сегодня хочу продолжить наш эксперимент, как бы закрепить его. Спустя пять дней я записываю это видео. В течение того времени мы занимались щенком. Марселю сейчас три месяца. Мы занимались примерно по разу в день, может быть, даже два по две-три минуты. Значит, сегодня хочу, чтобы вместо лакомства у нас была игрушка. Я хочу во время игры запрещать ему и разрешать. Если он выполняет мою команду, я ему даю лакомство. Вот такие правила у нас. Вот сейчас он играет. Марс, нет! 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 Запретил! Он лежит и ждет. За это получает лакомство. Молодец! Я ему дам другую игрушку. Не хочет играть? Давай с этой, давай. Они с этой любят играть. И мама любит, и Марсель. На! Нет! Так! Пока получается у нас все. На! Держи! Молодец! Молодец! Зачем это все надо? Зачем это нужно запрещать, разрешать? Допустим, вместо игрушки может оказаться какая-нибудь ценная вещь или предмет, который может навредить здоровью щенка. Например, кусок стекла. Если собака не обучена этой команде, то как только вы начинаете ругаться, собака хватает этот предмет и убегает. Вот. А в данном случае щенок бросит предмет, и я смогу забрать у него. Допустим, если я сплю ночью, и щенок начинает среди ночи меня будить, ему хочется играть, я также могу ему сделать запрет. Я вам скажу, нет, нельзя. Щенок повернется, уйдет и будет спать. Вот для этого я и занимаюсь. И второй еще плюс в этих занятиях, то что щенку это интересно, потому что он за свой труд получает лакомство. Я ему даю лакомство, ему тоже интересно, и мне интересно. У нас образуется с ним связь, мы начинаем контачить. Так что вот такие успехи. В следующем занятии я пытаюсь рассказать, как научить собак команде сидеть. Это, наверное, самая легкая команда, но тем не менее мы научим щенка этой команде. Надеюсь, это видео было вам полезным и интересным. Если так, то ставьте пальчики вверх, нам будет очень приятно. А также подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выход нового видео. Впереди еще много интересного. А на сегодня у нас все. Всем спасибо, всем пока!